МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давно мечтаете начать питаться правильно? Не стоит больше откладывать. Сегодня самый удачный день для этого. Ведь именно 2 июня в нашей стране отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Этот праздник появился в 2011 году. Он был придуман в России как ответ на американский праздник. Национальный день, когда можно есть то, что хочется. Врач и философ Гиппократ пришел к мысли, что болезни в организме происходят из-за нарушения питания. Мудрец наставлял, пусть еда станет вашим лекарством, иначе лекарства станут вашей едой. Основные проблемы неправильного питания – голод, стресс и несоблюдение режима, в то время как здоровье человеческого организма на 74% зависит от той еды, которую он потребляет. По популярности в мире среди продуктов, на первом месте находятся макароны, на втором и третьем мясо и рис. Но порой мы не контролируем себя и заедаем стресс большим количеством сладкого. Приготовленные кулинарные изыски, несомненно, приносят большое удовольствие человеку. Особенно соблазнительные воздушные тортики, хрустящие чипсы, а также готовая ярко упакованная еда. К сожалению, с каждым годом на российском рынке возрастает показатель продаж фастфудов, соленых и сладких продуктов для быстрого и простого утоления чувства голода. Однако для того, чтобы быть здоровыми, стройными и красивыми, необходимо придерживаться основных правил здорового питания. Причем не от случая к случаю, а постоянно. Старайтесь есть медленно, не перекусывайте на ходу. Чтобы питание было более сбалансированным, следует ввести в свой рацион как можно больше продуктов, богатой клетчаткой. Это свежие овощи и бобовые, фрукты и ягоды, хлеб и другие зерновые продукты, крупы, орехи и семечки, блюда из свежей, охлажденной и замороженной рыбы. Сократите потребление жиров. Копченые, соленые и жареные блюда следует заменить на приготовленные на пару или в духовом шкафу. А вот употребление тортов, пирожных, мороженого и всевозможной выпечки нужно свести к минимуму. Забудьте про молочные продукты с сахаром, йогурты, сладкие творожки, глазированные сырки, а также про чипсы и жареный картофель. Избегайте употребления алкогольных напитков. Больше двигайтесь, пейте воду, отдыхайте. Сегодня поддерживать себя в отличной форме просто как никогда раньше. Для этого не обязательно отправляться в спортзал. Даже в условиях самоизоляции вы можете найти в интернете множество обучающих программ, которые помогут правильно питаться и укреплять здоровье с помощью физических упражнений. Осталось только сделать первый шаг к правильному образу жизни. Девиз этого праздника – да здравствует здоровое питание. Долой излишество в еде и лишние килограммы. Ешьте простую и полезную пищу. Доброе утро! Рада вас видеть в этом же месте, в это же время. Начнем наш день активно. Не важно, что у вас в спортзале не работает, мы с вами отлично тренируемся даже дома. Итак, начнем наш утренний ритуал бодрствования. Начнем у вас с приседаний. Расставляем ножки пошире, носочки смотрят в стороны и опускаемся с вами в присед. Таз подворачиваем под себя, колени смотрят в стороны, корпус прямой. Таким образом выполняем 12 повторений. Начали вдох-выдох. Разворачиваемся боком и начинаем с вами шагать в приседе. Пять шагов в одну сторону, пять шагов в другую. Начали. Раз, два. Переходим в планочку и начинаем делать скалолаза. Опускаемся. И колено у нас тянется к одноименной руке на выдохе. Таз подкрутили, спинка прямая. Поднимаемся. И еще пять шагов туда, пять обратно. Все тело проработали. Я уже чувствую, как оно наполнилось силами и бодростью. Я желаю вам того же, а еще прекрасного и продуктивного дня. До встречи. Овны. Лучше рассчитывать на свои силы. Окружающие вряд ли захотят и смогут прийти к вам на помощь. Довольно напряженным будет эмоциональный фон дня. Вам будет нелегко сохранить хорошее настроение. Тельцы. Благоприятный день для общения. Можно обсуждать и личные дела, и рабочие вопросы, и планы. Многие тельцы получат хорошие советы и, последовав им, смогут добиться отличных результатов. Близнецы. Подходящий день для того, чтобы взяться за новое дело. Необычное и интересное. Возможно, не все получится сразу, но вскоре вы разберетесь в сложившейся ситуации, поймете, как лучше действовать и добьетесь успехов. Раки. Отличный плодотворный день. Вы успеете даже больше, чем ожидали, если не будете тратить время напрасно. Легко, оказывается, отделить главное от второстепенного, понять, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь. Львы. Непростой день, но серьезных проблем он не принесет, если вы сохраните спокойствие. Нужна разборчивость в общении. Старайтесь держаться подальше от людей, которые часто испытывают ваше терпение. Девы. Сегодня могут возникнуть мелкие трудности, но вы быстро с ними справитесь. Будет возможность решить проблемы, которые в последнее время беспокоили и вас, и ваших близких. Весы. Вы энергичны и настойчивы, готовы на многое, чтобы достичь успеха. Едва ли сегодня на пути возникнут непреодолимые преграды. А с мелкими трудностями вы наверняка справитесь. Скорпионы. Многое дается нелегко. Стоит запастись терпением, потому что события сегодня могут развиваться не так быстро, как вам хотелось бы. Не исключены семейные разногласия. Порой возникает недопонимание даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Стрельцы. Что-то может пойти не так, как вы ожидали. Но это не заставит отказаться от задуманного или изменить планы. Охотно помогают старые знакомые. К ним же стоит обращаться за советами. Есть шанс услышать много полезного. Козероги. В этот непростой день лучше рассчитывать только на свои силы. При таком подходе достичь нужного результата окажется гораздо проще. Возможно, удачные совпадения. Не исключено благоприятное стечение обстоятельств, которые позволят вам исполнить какие-то давние желания. Водолей. Будьте внимательны. В этот день не так-то легко будет избежать проблем мелких досадных недоразумений. Не исключены разногласия с близкими. Ваши резкие высказывания и язвительные замечания могут стать причиной конфликтов. Рыбы. Подходящее время для спокойного отдыха или каких-то интересных, но не утомительных дел. Не исключены удачные совпадения, незапланированные встречи, которые вас очень порадуют. Доброе утро. Наступило лето, а это значит пора пикников. Сегодня поговорим о том, как облегчат и разнообразят отдых на природе появление новых технологий. Ни один пикник не обходится без вкусной еды, приготовленной на костре. Но есть возможность его заменить. Инноваторы разработали свое высокотехнологичное и безопасное решение – компактную печку Кэмп Стоп. Она сочетает позитивные стороны костра и горелки. Как костер она сжигает возобновляемое и доступное горючее, небольшие куски дерева, ветки и шишки. При этом огонь полностью изолирован внутри прочного корпуса из анодированного алюминия. Как у хорошей горелки. Три ножки позволяют установить печку на неровной поверхности. На этом функциональность гаджета только начинается. Огню нужен поддув, постоянный доступ кислорода, поэтому Кэмп Стоп оснащен вентилятором. Он работает на электричестве, которое вырабатывает сама печка. Для этого в нее встроен небольшой термоэлектрогенератор. Печка разогревает туристические консервы, хорошо прожаривает мясо, рыбу, овощи, подойдет для варки супа и кофе. Пикник устраивает не только в жаркую погоду, вечером может быть достаточно прохладно. И тут не обойтись без теплой одежды. Но теперь можно не надевать на себя слои лишней одежды, чтобы согреться. Достаточно просто нажать на кнопку и почувствовать тепло. Умная куртка FlexWomb оснащена встроенным обогревателем. Создатели этой куртки называют ее самой умной в мире. Ее особенность в наличии обогревательных элементов, встроенных в ткань, в области спины, груди и запястьей. В рукавах есть элементы в виде беспалых перчаток с подогревом. Для питания обогревателя используется литий-ионный аккумулятор, которого хватает на 3,5 часа работы на полной мощности. Нагревательные элементы представляют собой вставки из ткани с металлическими волокнами. Автоматически включаются и выключаются, поддерживая заданную температуру. Для управления курткой служит мобильное приложение. По словам разработчиков, куртку можно стирать. Ну и, конечно, современный мир невозможно представить без гаджетов. Только в лесу вы вряд ли сможете найти розетку, чтобы их зарядить. На помощь приходит современный рюкзак Keyback. Он сделан из пластика и оборудован цветным дисплеем для просмотра роликов, фильмов и фотографий. По словам его изобретателя, дизайнера из Кыргызстана Олега Ермакова, это принципиально новое слово в мире умных рюкзаков. Помимо дисплея, Keyback также оборудован шестью USB-портами, позволяющими заряжать соответствующее число гаджетов одновременно, встроенной звуковой системой и аккумулятором. Кроме того, в рюкзаке есть отделение для книжек, тетрадей и большого ноутбука. Поставка некоторых этих предметов запланирован в нужный 2020 год. А это означает, что совсем скоро мы сможем ими воспользоваться и ощутить на себе все плюсы новейших разработок. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Илья Чернавин. До встречи в новых выпусках «Открытия и запретения».